Добрый день, друзья! И с вами доктор Шилов. Слышите? Это на крыше ласточки. А сейчас я нахожусь в Карелии. А поговорим мы с вами сегодня опять о коронавирусе. Мои читатели и подписчики, наверное, обратили внимание на то, что коронавирус проявляет себя неодинаково в разных странах. Ну и в этом на самом деле нет ничего удивительного. Понимаете, эпидемии имеют в разных странах последствия разной степени тяжести. Так было на самом деле всегда. И когда была испанка, и холера, и чума, в разных странах эти заболевания уносили жизни по-разному. И в разных совершенно количествах. Вот в Италии в настоящий момент ситуация была очень сложная. И ведь не сказать, что в Италии паршивое здравоохранение. Во всяком случае не хуже, чем во многих иных развитых странах мира. И как это не парадоксально, но в иных слабо развитых странах картина выглядит значительно лучше. И даже не потому, что там статистика плохая. Просто мы не знаем. Ну реально, просто там может оказаться лучше. Такое бывает. Как такое возможно? Возможно, дело в том, что это не совсем один и тот же вирус. Дело в том, что вирус способен быстро мутировать и изменяться. Поэтому в одних странах, например, в России, например, он не столь агрессивен, как в Италии. То есть в Италии был особо сильный вирулентный штамм. В Италии он стал очень агрессивный. И поэтому мы видим, что он косит население, вернее уже косил, сейчас ситуация стала лучше, значительно активнее, чем в других странах мира. Причем заболевание тяжело переносится не только стариками, но и молодым населением. Хотя, конечно, больше всего подвержены были старики. А в Италии стариков очень много. И там социальная сфера настолько развита, что много домов престарелых. Так вот, дети, которые в других странах переживали заболевание практически бессимптомно, а в Италии заболевали. Так вот, в чем же дело? Теперь к самой сути. Почему, казалось бы, непоражающий детей коронавирус может стать опасным для них? Ничто не может гарантировать того, что вирус не мутирует в более агрессивную форму и в России. Будем надеяться, что этого не произойдет. Вот. В связи с этим у меня есть одно измышление, ни в коей мере не являющееся призывом к действию, но имеющее толику здравого смысла, как мне кажется. Возможно, что молодой части населения имеет смысл пережить заражение коронавирусом, формируя коллективный иммунитет, популяционный иммунитет, как можно быстрее, пока вирус маловируентен и не так опасен. То есть пока он не мутировал в более страшную форму, например, как в Италии. Сформированный при этом иммунитет окажется в какой-то части перекрестным с другими разновидностями коронавируса и в том числе с новыми мутациями. И, соответственно, если даже заболеть более вирулентной формой коронавируса, то есть проконтактировать с ней, а не заболеть, то проблема будет намного ниже. Проблема только с пожилым населением тогда возникает. Вот пожилых и стариков реально имеет смысл карантинизировать, пока не утихнет эта вот эпидемия и пандемия, или пока, что более важно, не будет разработана вакцина или какое-то селективное лекарство, действующее непосредственно на эти штаммы коронавируса. Почему второе более важно? Да потому что коронавирусом с огромной долей вероятности проконтактируют абсолютно все, то есть все население земного шара вообще, все население планеты. Ну или, как прогнозируют некоторые вирусологи, две трети населения. Ну, а где две трети, там и, наверное, все. Все. Карантин, скорее всего, не спасет от заражения. Его единственная задача – это замедление распространения для того, чтобы не перезагрузить систему здравоохранения. Об этом известно уже всем. И вопрос вовсе не в том, будут ли заражены коронавирусом ваши родственники или вы. Коронавирусом заболеют все. Вопрос не в том, что это произойдет, а вопрос в том, когда именно это произойдет. Никто не закрывает границы от вируса гриппа или иных ОРЗ, да и карантины вводятся иногда чисто формально. А это именно потому, что население Земли имеет популяционный иммунитет к этим видам инфекции, к этой заразе, который был приобретен не благодаря карантинным мерам, а именно благодаря тому, что население проконтактировало с этой инфекцией. И благодаря перекрестному иммунитету теперь мы не настолько сильно боимся этого заболевания. Ну, а еще и частично мы к этому привыкли. Вот так вот. Короче, думайте сами, решайте сами, как поется в старой песенке, иметь или не иметь. Оставляйте свои комментарии, делитесь мыслями, обязательно подписывайтесь на канал. А я хочу сказать еще вот что. На самом деле коронавирус может мутировать, и что чаще всего происходит со всеми вирусами в менее опасную форму. Потому что, несмотря на то, что вирус это, извините, что комары, отмахиваюсь, ну не совсем как бы живая субстанция, но ведет она себя мудро, она выживает. Вот, ведет себя как живая. Вот поэтому, если вирус оказывается крайне вирулентным, то он не выживает. Он должен быть маловирулентным, его носитель, хозяин должен оставаться жив для того, чтобы распространять вирус дальше. Если этого не происходит, он просто исчезнет. Поэтому вирусы обычно мутируют в менее вирулентные формы, для того, чтобы и дальше заражать людей. Люди болели, но не сильно, и это все передавалось дальше. Поэтому, на самом деле, может оказаться, что вирус и не мутирует в более серьезную форму, а скорее, что всего вернее, мутирует в более слабую форму. То есть, в менее вирулентную. Но, это, тем не менее, никак не отменяет моего положения и предположения того, что пока он не является очень сильным и выраженным, молодому населению имело бы смысл этим вирусом переболеть. И все. И проблема для молодого населения будет закрыта. Ни к чему не призываю. Это чисто на подумать. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А с вами был ваш доктор, доктор Шилов. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова